Приветствую вас. Есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Момент первый касается того, что вы со своей мамой, скорее всего, никогда не были близки. То есть она, вероятно, держала вас на расстоянии и вследствие этого между вами не было теплых отношений. И, соответственно, если между вами не было теплых отношений, то вы и не можете воспринимать ее, ну вот, вашу маму, скажем так, более объективным может быть, более всесторонним. Как сказал мой коллега. Вот. И это тоже весьма важный факт, почему вы со своей мамой не были близки. Почему вы со своей мамой находились в отдалении друг от друга, почему она держала вас на расстоянии. Вполне вероятно, что обиды здесь на маму, вот эти вот, ну, те, которые вы описываете, это лишь только вершина Айдберга. В действительности там были какие-то обиды еще помимо этого, но об этом вы уже нам не говорите, не рассказываете. А именно вследствие того, что ваша мама держала вас на расстоянии, вот, именно вследствие этого. Можно говорить о том, что вы относитесь к себе довольно обесценивающе, вы говорите о том, что, может быть, вам это покажется глупым, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос здесь, на мой взгляд, заключается в том, почему вы вообще решили, что нам это может показаться глупым, если это вас волнует. То есть откуда у вас такая вот, может быть, склонность к тому, чтобы себя принижать и подвергать сомнению, то, что вы чувствуете, да? То есть это вопрос вашей уверенности в себе, насколько вы в себе уверены, насколько вы себя цените и насколько вы себя принимаете. Это, пожалуй, очень важный момент, на который я хотел бы, чтобы вы обратили свое внимание, ибо это действительно очень важно. Дальше. Следующий самый момент. Следующий момент касается, на мой взгляд, очень важного элемента, который я бы мог назвать как элемент вашего отношения к отцу. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вы воспринимаете своего папу как некую такую, может быть, жертву, который он оказался, по вашему мнению, по сравнению, по отношению к маме. То есть, ваш папа – это жертва. И жертва довольно сильная, да? То есть, вы считаете, что он предал, что мама предала отца. Вот, вы называете ее предательницей и так далее. Соответственно, здесь, мне кажется, имеет место быть такая, знаете, скрытая, может быть, потребность в любви отца. А, опять же, то есть, отстраненный отец, достаточно сильный отстраненный отец, вот, или строгий, здоровый отец, любовь которого вы, ну как, пытаетесь или пытаетесь завоевать, или считаете, что нужно завоевать. Ну, то есть, вот, какая-то, какая-то такая история. И, соответственно, тем самым, ваша мама, она с вашей повисой, естественно, его очень сильно оскорбляет, да, тем, что ему изменяет. То есть, как это так, вот, вы делаете все усилия для того, чтобы обратить на себя его внимание, например, ну, внимание отца. И он на вас не обращает этого самого внимания. Ну, на должном уровне, как вы считаете, достойно. А мама, она не ценит того, что отец, например, для нее делает, ну, ваш отец для нее делает. И, соответственно, ему изменяет. И вот это ваш, вот это вот, вас очень сильно выводит из себя, может быть, даже коробит и так далее. И это является, возможно, основной причиной вашего гнева, вашей такой реакции. То есть, причина такой реакции в том, что вы пытаетесь добиться любви своего отца. У вас это не получается по той или иной причине, и вы эту неудовлетворенность переносите на маму, которая становится как бы, ну, своего рода отдушиной для вас в том контексте, что можно на нее слить негатив, касающийся вашей неудовлетворенности. Да? Вот. Дальше. Следующий момент. Это то, что касается предательства. Здесь только такая, что вы по какой-то причине считаете, что ваша мама предала. Только вот, кого она предала? Что вы понимаете под предательством вообще? Что, по вашему мнению, предательство вообще? Что это за зверь такой, грубо говоря, грубо говоря. И почему вы считаете, что именно ваша мама и именно вас предала? То есть, почему вы делаете перенос отношения мамы к отцу на отношения мамы к вам? Получается, что ваша мама никогда не была с вами, значит, женщиной. Она, вероятно, всегда с вами была только матерью. Она не была женщиной, она была матерью. И из-за этого вы ее и, в общем-то, воспринимаете исключительно только как мать. не позволяя ей быть женщиной и не видя в ней женщин. Вина в этом, конечно, не ваша и ответственность тоже не ваша. Но вам необходимо научиться именно сейчас, на данный момент, раз уж вы обратились к психологу, вам необходимо научиться разграничивать роль мамы и роль женщины. То есть, если мама предала вашего отца, например, это стало следствием, как правильно сказал мой коллега, их проблем. Но, к вам это отношение, безусловно, никакого не имеет. Как вопрос тогда? Если это не имеет никакого отношения к вам, то почему? Или лучше сказать, что именно вас так сильно задевает в этой всей ситуации? Вот конкретно, что вы даже перестали, как вы говорите, доверять людям вокруг вас. Только вот, правда, интересно, кому вы перестали доверять, потому что обманута вас мама. Отношения вы вроде бы как строите с мужчинами, но, по крайней мере, другого я не увидел, подтверждение другого. Вот. То есть, на мой взгляд, здесь, конечно, тоже нужно немножечко как-то прояснить ситуацию, потому что кому именно пропало доверие вообще? У вас. Вот. А с чем это связано, опять-таки? Вот. То есть, понимаете, вам нужно постараться увидеть свою маму не только как маму, но и как женщину. Вы сейчас, вы сейчас в ней женщину вообще не видите. И вы не считаете, что она как женщина достойна счастья. Вы не считаете, что она как женщина имеет право на счастье, на женское счастье. Вот. И это является ключевым моментом. Значит, с одной стороны, недостаточная любовь отца, с другой стороны, значит, полное отсутствие женской составляющей в вашей маме. Вот. И это является проблемой. И именно так вы и смотрите на всех других людей. на мужчин, как на тех, кто не додал вам любви и, соответственно, которые вас, ну не знаю, обидели, может быть, этим, оскорбили, может быть, этим и так далее. Не понимая при этом, что, как бы, человек, он вот так, как может, да, он так и любит. То есть, он не может любить так, как хотите вы. Не может любить так, как вам бы хотелось, чтобы он любил. Любой человек любит так, как он умеет, так, как он может. Вот. И вы этого не понимаете. Ну, потому что, как бы, родители вели себя иначе, по-другому. Вот. Поэтому здесь вот эти вот сценарии, которые на вас влияют, я думаю, необходимо разобрать. И по-другому смотреть на своих родителей, по-другому смотреть на людей. А самое главное, самое главное, самое главное, вы-то ведь сейчас уже взрослая. И вы живете, вы живете своей жизнью, вы не живете жизнью своих родителей. как бы. Вы живете своей жизнью. И это означает, что, живя своей жизнью, это означает, что вы уже сами за себя сейчас ответственны. То есть, за вас не ответственен никто. Ни родители, никто, понимаете? И то, что вы вынесли, ну, по факту, да, значит, ну, по факту, то, что вы вынесли по сути, значит, и в отношении с людьми, и в отношении с твоими родителями. Это ваш опыт. Это ваш опыт. И здесь надо понять, что интерпретация этого нового, нового опыта, значит, вроде только ваших. нового опыта, но нужно это изменить. Но нужно это изменить. Можно это изменить. Понимаете? Понимаете? Это изменить. Поэтому я думаю, что всё возможно. Главное, чтобы вы хотели над этим работать и хотели с этим и надбираться. в принципе и всё. Чего вы боитесь, не имея доверия к людям? Чего вы опасаетесь? Ведь вас никто не предназ? А может быть вы злитесь на свою маму, потому что она воспитывала вас не в том ключе, каким действовала сама и произошло некое разочарование в её образе. Если так, то с этим тоже нужно разбираться. Что образ матери для ребёнка это не всегда то же самое, что представляет из себя человек. И образ матери может быть одним, а реальный человек может быть совсем другим. Поэтому данные аспекты я тоже не рекомендую вам, значит, двигаться. Да? Конечно, могут быть и другие причины такого. Конечно, могут быть и другие причины вашего такого отношения к людям. Но с ними нужно разбираться. В любом случае, это не глупо. Это естественно, это нормально. Детско-родительские отношения всегда оказываются огромное, значительное влияние на человека. И я полагаю, что только разобравшись с ними и поняв, чего хочет ваш внутренний ребёнок, и как можно удовлетворить это желание вашим потребностям внутреннего ребёнка здесь и сейчас, я полагаю, вы встанете на путь гармонии внутри себя, а значит, гармонии в отношении с другими людьми, в том числе и со своими родителями. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.